Друзья мои, всем огромный привет! Добрый вечер! Да, даже правильно будет сказать. В общем, я сегодня, ну, с таким уже довольно непривычным для моего канала форматом. На самом деле, вот это видео не запланированное, оно не должно было выйти, у меня должен был быть перерыв, потому что на днях у меня день рождения, ничего особо, в общем, я не снимала. Но когда я в своем телеграм-канале буквально в эту среду обозначила, что следующее видео будет только во вторник, некоторые зрители очень опечалились и попросили хотя бы какой-то короткий видеоролик. Я подумала, ну, наверное, да, это было бы справедливо, почему нет? Единственное, что я могу предложить только видеоролик, так сказать, не требующий большой обработки. То есть, потому что на монтаж у меня времени точно не будет, максимум вот склеить, нарезать, без озвучки закадровой. Поэтому сегодняшнее видео будет в таком разговорном, живом формате, чтобы я долгое время потом не тратила на монтаж, быстренько его склеила, так как мне это придется делать, я так понимаю, в день рождения в свой, чтобы на следующий день его выпустить в пятницу. Поэтому окей, я думаю, что завтра будет что-то поснимать, наверное. Буду завтра делать торт уже начинать, бисквиты печь. У меня сейчас стоит большая задача, на самом деле, вот на осенний период. Я хочу привести в порядок дом. Я прям его запустила. Это вообще вот такое у меня общее состояние душевное. Видимо, не знаю, как-то за лето я вымоталась. Я дом запустила, я канал запустила. У меня вообще никакой мотивации ни на что, никаких желаний. Поэтому, конечно, вот... Молшня гуляет. Поэтому, конечно, на осень я себе вот поставила такую задачу, что приведу в порядок дом. Ну, буду заниматься этим, наверное, постепенно. Зонами как-то вот в спальне, на кухне. Очень много мест, которые нужно разобрать, что-то расхламить. Я знаю, что вот Ирина, ютуб-мама, проводила у себя в телеграм-канале марафон расхламления. Куча девчонок расхламились. Я читала, наблюдала. Но самой мне было в тот момент не до расхламления. Я была занята другими делами. Но думаю, что вот осенний период как раз можно будет посвятить своему дому с любовью, с заботой. Подготовить к зимнему периоду. В общем, уже к таким уютным, теплым зимним вечерам, когда мы именно большинство времени будем проводить дома. Потому что сейчас все-таки летний период, это то время, когда мы в доме находимся по минимуму. То есть даже вот все равно какие-то, нет-нет, маленькие работы в саду. Куда-то ездишь все время, стараешься куда-то детей вывезти. Сам больше на улице бывать. Поэтому летом, не знаю, как у вас, у меня дом, конечно, прилично так запускается. И нужно будет этим вопросом заниматься. В общем, я сейчас занимаюсь порядком на кухне. Собственно, когда прочитала комментарий о том, что Даша, сними хоть что-то, чтобы нам было что посмотреть, я как раз занималась наведением здесь порядка. Разгрузила чистую посуду из посудомойки и загружаю сейчас ее грязной посудой. Сегодня ничего шедеврального, сложного и даже просто такого привлекательного и интересного не готовила. Готовила сегодня обед и ужин, но все максимально простое. Во-первых, я хочу, друзья, вам сказать, как классно, что дети сейчас оба в детском саду. И мне не нужно ориентироваться на всех, что готовить. Во-первых, самое главное, я теперь не готовлю завтраки. Нет ничего прекраснее, оказывается, чем не готовить завтраки. Я никогда не любила готовить утром. И вот этот вот период, пока дети были маленькие и сидели дома, это было для меня, вот на самом деле, знаете, как это, на каторгу отправили, каждое утро вставай и готовь. Меня, конечно, выручала мультиварочка моя прекрасная, в которую я вечером загружала все продукты, и утром у нас была каша. Но в какой-то период дети кашу перестали есть, и получается, что нужно было уже как-то извращаться, то там какие-нибудь рецепты из творога, то там еще что-нибудь, омлеты, блинчики, оладушки. Сейчас я прямо выдохнула. Мне настолько круто, что мне не нужно готовить ничего утром, потому что я сова, и до обеда я обычно раскачиваюсь. То есть, если я еще там что-то по дому могу, конечно, сделать в дообеденное время, то готовка, это прямо вообще для меня утром это мука. Поэтому я очень рада, что мне не нужно теперь готовить завтраки, я этого давно не делаю, только выходные, и то что-то такое максимально простое. И обеды. То есть, соответственно, обедает у меня только Илюша, соответственно, я готовлю что-то под него, что он ест. Мне не нужно ориентироваться под всех. Сеня, правда, у нас в санатории сейчас, он у нас будет учиться в первую смену, и, соответственно, он тоже будет дома обедать. Но у них предпочтения с Илюшей такие, знаете, плюс-минус одинаковые, поэтому нормально. В общем, поэтому, что сегодня я приготовила. У меня сегодня было максимально все простое, как я и сказала. Я уже убрала все в контейнер. Здесь у меня, друзья, макароны по-флотски. Все уже пришли вечером поели. Илюша с работы, малышня из садика. Ну, я им на выбор предложила либо то, либо другое, и все решили макароны по-флотски. Обычные рожки, обжаренные с луком и с фаршем. Ну, я думала, это в качестве обеда будет, но они решили в качестве ужина. Макароны у меня, я всю упаковку варила, но, естественно, с фаршем стала смешивать не все. То есть, вот оставила еще немного в чистом виде. И в качестве ужина у меня был приготовлен плов. Вот этот, кстати, казан, вообще на него нарадоваться не могу. Какой он классный, друзья. Шикарный просто казан. У него невероятно крутое качество. Какая вкусная в нем получается еда. Я не знаю, друзья, насколько его хватит, сколько он у меня лет прослужит. Надеюсь, что максимально долго. И вот действительно могу сказать, что это, наверное, лучшая кастрюля-казан для индукции. Как мне его, в принципе, рекомендовали, что именно для индукции вот эта линейка самая крутая. Я изначально приглядела себе другой казан, тоже кукмаровский, но другую линейку. Но мне вот посоветовали именно вот эту. Это у нас, по-моему, ультрагранит индукция. Если я не ошибаюсь, друзья, я найду ссылку на этот казан, если кому нужно, и в комментариях оставлю. Так вот, что я в нем только не готовлю. Я в нем и супчики варю. То есть, изначально я его брала для того, чтобы варить в нем супчики, которые требуют предварительной обжарки каких-то продуктов. Чтобы вот не в нержавейке обжаривать, а сразу же вот в таком антипригарном. А потом уже сюда доливать жидкость и готовить суп. Но в итоге, друзья, я в нем... Извиняюсь, макаронина. Я же еще порядок навожу. В итоге я в нем теперь, друзья, готовлю практически все. Начиная от любого супа, даже который там не требует никакой обжарки, заканчивая пловом, тушеной картошкой, там, любым гарниром. В общем, я настолько часто сейчас в нем готовлю, что, наверное, если вы спросите меня, какая у меня самая часто используемая посуда на кухне, это будет вот этот казан. Он, я говорю, отработает каждую свою копеечку. Прекрасный просто. Вот казан я чаще всего использую, конечно. И вот эта сковородка, тефалевская, у меня самая любимая. Поистрепалась уже, конечно, немного, но учитывая, что я ее очень активно использую, прямо вот она у меня самая часто используемая. Конечно, это понятно и естественно, что она немножечко уже поистрепалась. У нее покрытие полностью целое, оно не поцарапано, ничего с ним. Оно просто немножечко поменяло цвет, и, соответственно, немного, ну, как бы, выглядит уже не свежо. Но это никак не влияет на работу этой сковородки, поэтому я буду ей пользоваться, пока у нее, ну, не знаю, ничего-нибудь не отвалится. Например, покрытие. Вот. Она проста в уходе, мне нравится, что она вот стальная, и в ней очень классно жарить мясо. Если вы любитель, например, стейков и не пользуетесь электрогрилем, а пользуетесь именно сковородкой, то вот для мяса вот эта вот тефаль стальная, она прямо идеальная. Вот эта вот у меня жаровня, тоже про нее часто спрашивают, макароны в ней готовила по-флотски. Это жаровня чудесница, она реально огромная. То есть я ее и брала исключительно из-за ее размера, потому что она невероятно большая. Она, по-моему, 30 сантиметров, если я не ошибаюсь, в диаметре. Ну, то есть большая очень площадь готовки, площадь соприкосновения с продуктами. Я тоже на ней, друзья, готовлю абсолютно все. Оладьи, котлеты, дранники, любые гарниры, мясо пожарить вообще прекрасно. Она немножечко потемнела по центру, покрытие потемнело. Ну, это, в принципе, естественно, потому что тоже использую ее часто, и все-таки покрытие светлое. А так эта жаровня, конечно, классная. У нее, кстати, съемные вот такие силиконовые ручки, то есть ее можно, вот эти ручки можно снять и, к примеру, поставить ее в духовку, ну, без крышки, естественно. В посудомойке можно мыть ее, но я не мою, потому что у нее очень большой диаметр, она у меня очень много места там занимает, а крышка вообще стоя не входит, лопасти начинают задевать крышку, поэтому в основном я ее мою руками. А так, конечно, вещь классная, не такой большой выбор посуды можно найти именно вот в таком вот большом диаметре, чтобы вот такая большая емкость была. Для индукции именно, друзья, это важно, потому что вообще посуды огромное количество, понятно, на маркетплейсах, но когда тебе нужно что-то именно для индукции найти, определенное, или определенной формы, или определенного размера, при этом хорошего качества, еще по цене, которая тебя бы устраивала, это реально проблема. То есть для индукции не такой уж и большой выбор посуды, нормальной. Ладно, друзья, я, наверное, уже минут 20 что-то вам тут рассказываю. Давайте я быстренько загружу посудомоечную машину и либо сегодня еще включусь, либо уже завтра тогда продолжу. Так, пора бы уже и окна закрыть, а то у нас частный дом все-таки, первый этаж, забор... Это мои документы. Забор низкий, и, конечно, получается, что если не закрывать вечером окна, ты как на витрине в магазине. Очень классно все-таки, вот что купили эти рулонные шторы. Гораздо удобнее, нежели постоянно задергивать вот эти вот портеры и потом их постоянно поправлять. А так закрыл, все, и шторы красиво на месте, и тебя не видно. Так, малышня, что там происходит? Че, печеньки не можете поделить? Я сейчас включаю принтер свой, спрятанный в шкафу в моей нарне. И Соня попросила распечатать ей раскраски. Давайте посмотрим, что есть вообще. Монтировала видео, тут сидела. Что нужно забивать-то? Раскраски? Да. Конечно же, бесплатно, да? Да. Тебе тоже надо раскраску? Да. По полям. По полям тебе? Да. Хорошо. Еще смотри, какие есть, выбирай. Так. А мне по полям. Сейчас мы Сонечке сначала все распечатаем. Вот такую? Да. С котятами? Показывай. Что-то есть уже? Показывай. Такие. Слушайте, качество такое хорошее. Надо еще. Хочу все пользоваться. Нам еще надо сейчас ездить в магазин. Да. Купить продукты для торта. И мы вместе. И мы. И что? Ты что заволновался-то так? Даже забыл, как разговаривать. Вместе, вместе. Мам, хочу вот эти. Вот эти? Да. Вот этот, вот этот, вот этот. Ну все, мне кажется, Соня, достаточно тебе уже. Потом еще распечатаем. Три, четыре, пять. Там еще один сейчас будет. Подожди. Хорошо. А что ждать? Еще там, подсказка. Ага. Сейчас еще вылезу. Довольная? А бабы! Ух ты! Покажи! Динозавр! Это кто? Это Рекс. Рекс это. Что ты такой радостный? Еще. Еще давай одну. Одну, хорошо? Еще вот такую. Какую? Машин. Вот такую? Да! Это бульдозер. Бульдозер. Где бульдозер? Нету. Бульдозера нету? Нету бульдозера. Надо бульдозер? Да. Ааа. Ну сейчас справлюсь. Печатает. Хватит вам. Все, довольны? Я еще хочу. Ой, Степа, это что у тебя такое? Пицца. Пицца. А это? Тачка. Танк. А это? А в этом? А это? Бульдозер. Мешалка бетония. Мешалка бетония. Бетона? Мешалка. А это? Это динозаврик. Рекс. А там? Это кто? Кто? Динозаврик. Динозаврик? Да. Понятно. А это Рекс, а это динозаврик. А Рекс это не динозаврик? Он черный. Да, динозаврик. Ты сам сказал, тебе надо такой черный. Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, не раскрашенный надо? Так сам сказал, что тебе надо черный. Ты какой показал, я тебе такое распечатал. Как мне раскрашать? Ну, уже никак. Мам, можно? Другой тебе распечатать? Или я хочу. А у тебя-то что не так? Я хочу еще. Да куда тебе еще? Вон тебе сколько, смотри, красивых распечатали. Тут и Барби с тортом. И котенок. Смотри, какая красота. Ой, вообще, ну прелесть. Ну просто прелесть. Одни Барби с единорогами. Даже кот единорог. Мам, луна в воде. Я вижу. Где, где? Я вижу. Вот. Да где, где? Я вижу. Да это фонарь. Точно луна. Я думала, фонарь, а это луна. Он под фонарем. Короче, никуда мы не уехали. Да, луна. Да. Я видел, я видел, мам. Что? Я видел. Темноте там, а синий. Так, дым пошел, да, из-под капота. Что-то затрещало так, да. Мы испугались и выбежали все. Луна сломала машину. Кто сломал? Луна. Луна сломала нам машину? Да. А не я, луна. Не так нельзя делать. Луна. Вот и все. Нашли виноватого быстро. Да. Крайнего. Все. Можно ехать? Ладно. Все, садимся. Как-то вы не в том порядке. Или не с той стороны, Соня. Мартышки. А, я думала, там конфетана. Уходим. Соня выбрала себе какую-то штуку с единорожкой. Открыла сейчас и говорит. Не сегодня... Как она сказала? Не себе чего? Не себе чего? Пазл! Что там? Пазл! Пазл! Ты что, яйцо шоколадное, прям так откусываешь? Сейчас, смотри. Степа, у меня пазл. Ой, мощная. Или вот этот шоколадный. У меня тут чебурашка. Там чебурашка внутри? Да. Ну, давай, скорее, ешь, покажешь нам. Так, в общем, по мелочи чего-то взяли. Батон это просто. Майонез на салат понадобится. И, возможно, мясо замариновать. Я не помню, потому что есть нет для меня готовый маринад. Так, сахар взяла. Этот ванильный. Пудру сахарную. Такая только. Мне вообще нужна была сахарная пудра. Бывает не тающая. Потому что я буду на торт выкладывать свежую клубнику. И вот ее, когда пудрой припыляешь, обычная пудра на ней сразу же тает. То есть ее не видно. Смысла никакого нет. А в перекрестке я видела есть нетающая пудра. Но, к сожалению, в пятерочке ее нет. Ну, короче, взяла обычную. Все равно мне надо будет на крем-чиз. Сыр косичка копченая. Вот про такую как-то вам говорила, что очень люблю ее вкусная. Так, потом сыр плавленый. Это Илюша взял на завтраке. Он ест горчица. Потом взяла в торт вот такой джем вишневый. Вообще выбора джемов никакого просто не было. Был только вот такой. Какой-то варенька. Не знаю, первый раз такое вижу. Вот такой был вишневый. И такой же этого же производителя клубничный. И была еще смородина от Махеев. Но смородина точно в красный бархат не очень будет. Я буду делать красный бархат. Это мой любимый торт. Раз это мой день рождения, то я готовлю свой любимый торт. Ну, не знаю. Я подумала, что клубничный будет слишком сладко, приторно. Вишневый все-таки должен быть немного с кислинкой. А мне нужна именно кислинка в этом торте. Дальше. Два взяла сливочных сыра. Ну, вообще, на самом деле, про запас. И в тарталетке мне понадобится. К сожалению, не было в большой банке вообще ничего. Никакого. Поэтому только с зеленью был. Мне как бы с зеленью ни в тарталетке не пойдет, ни в торт. У меня есть две большие банки камилка для крем-чиза. Но я побоялась, вдруг мне этого будет недостаточно. Чтобы была, думаю, еще хотя бы одна банка про запас. Ну, короче, нет. Не знаю. Посмотрим. Может быть, завтра в другом магазине докупить. Сливки 33% тоже. Только упаковочками по 250 мл. Вот только этот производитель. Кто-то летает у меня тут. В общем, взяла три упаковки. Мне надо все равно, потому что, ну, чтобы с запасом, мало ли вдруг что, не получится. Хотя бы пол-литра, чтобы было. Ну, вот 750 мл получается будет у меня. Потом взяла кефир. Понадобится на приготовление бисквита. Молоко просто, чтобы было. Потом взяла две баночки опят. Тоже больших банок не было. Мне опята нужны на салат. Буду готовить грибную полянку. Я просто обожаю этот салат. И я люблю его именно с опятами. Хотя его готовят и с другими грибами. С шампиньонами, я знаю, многие делают. Но я люблю именно опята по центру выкладывать. Не знаю, что-то посмотрела, повертела в руках. Мне показалось, что одной баночки, возможно, будет мало. Хотя, может быть, и хватит. Ну, в любом случае, опята я люблю. Лишними не будут, не останутся. Не пропадут. Потом взяла две упаковки яиц отборной категории тарталетки. Вот такие большие. Их я обычно использую под начинку ветчина-сыр-помидор. И поняла, что я забыла ветчину. Ну, ладно, еще успеем докупить. Две упаковки маленьких тарталеток. Буду делать с икрой, как обычно. И еще хочу с креветкой сделать. Но это уже будем смотреть, смотря, сколько времени у меня будет на приготовление. Потому что я, вообще, конечно, упахиваться над праздничным столом не собираюсь. Именно поэтому мы, ну, обычно, как бы на мясо приглашаем. Типа на шашлыки. Так, и тортик чай попить. А остальное уже такое, знаете, дело второе. Поэтому наготавливать я чего-то не хочу. Потом, значит, взяла две баночки икры. Баночку масла. Тоже на бисквит нужно будет. Пастрому будет мясная тарелка. Пастрому вот эту уже брали Степки на день рождения. Очень нам понравилась. Очень вкусная. Она прям первая самая со стола улетела. Поэтому я взяла в этот раз снова ее. Пойдет в мясную тарелку. Так, ну и помимо пастромы в мясную тарелку взяла сразу же нарезку всякую. Вот такую с льчичом сырокопченую. Рулет филейный. Вот такое мясо праздничное взяла. Не знаю, вообще вкусно или не вкусно. Карбонат вот этот, я знаю, вкусный. Я его часто беру себе на завтраки. Австрийская вот эта тоже, кстати, неплохая. И вот такое взяла тоже в первый раз попробовать. Сыровяленое филе бедра индейки. Ну, я думаю, что, наверное, вкусное будет. Потом еще взяла вот такую корейку фермерскую. Это у нас все пойдет просто в нарезку, в мясную тарелку. Слушайте, на сырную тарелку в этот раз ничего брать не стала. Не буду ее делать, потому что там в прошлый раз что-то поклевали маленько. Но процентов 70 просто осталось. Все это растаяло на столе. Все это потекло, короче, было такое неаппетитное. И в итоге все это, короче, в мусорку потом ушло. Поэтому не буду делать сырную тарелку. И, в общем, взяла еще две кусочки форели на бутерброды с рыбой. В прошлый раз я брала, если помните, такую нарезанную уже ломтиками. Ужасная просто была рыба. Она была такая вся сухая, без масла, огромными кусманами такими, что там приходилось ее кромсать ножом еще нарезать. Ну, короче, нет. Поэтому взяла вот все-таки кусочками, ну, такими целиковыми. Сама уже нарежу как мне надо, и она точно будет не сухая, она в масле идет. Ну, в общем, пока так. Мне нужно было главное сегодня купить кефир, чтобы завтра выпить бисквит. Остальное все, в принципе, можно было бы купить позже, потому что время еще есть. Сегодня среда, гости перейдут в субботу, поэтому основную какую-то закупку там по мясу, там крылышки, купаты, что-то там еще, кетчуп надо будет купить. Ну, в общем, хлеб. Это все мы купим уже в пятницу накануне. А сегодня пока вот это вот, ну, такое все, нескоропорчащееся. И клубнику. Мне нужно будет где-то найти свежую клубнику. Для украшения торта. Это прямо обязательно. Сегодня вот посмотрела сейчас в пятерочке. В пятерочке вообще нет ягод, ни клубники, ни голубики, ни малины вообще никаких. Мне бы вот, наверное, малину плюс клубнику было бы хорошо. Может быть, даже и голубика бы подошла. Ну, в общем, буду смотреть, что есть. Не хочется никуда ехать. И из-за одних ягод тоже доставку продуктов заказывать не хочется. Поэтому буду отталкиваться от того, что есть. Ну что же, возвращаюсь к вам на следующий день. Я тут занялась приготовлением торта. Сегодня мне нужно будет сделать бисквиты. Им нужно будет ночь отлежаться. Завтра я сделаю крем, соберу торт. Еще на одну ночь оставлю его в холодильнике, чтобы он хорошо стабилизировался, пропитался. И уже в день, когда придут гости, я его украшу. Я уже подготовила все ингредиенты. Как и говорила вчера, что готовить будем красный бархат. Буду делать его на основе кефира. Пробовала уже рецепты с молоком. Но вот на кефире мне понравился больше всего. Кефир, сахар, какао-порошок, растительное масло, ванильный сахар разрыхлитель, 3 яйца, мука и мягкое сливочное масло. Это все ингредиенты, которые нам понадобятся. А еще красный краситель, специальный для красного бархата. Этот вариант приготовления уже опробованный. Я пробовала 3 рецепта. В итоге остановилась для себя, по крайней мере, именно на этом варианте. Он занимает чуть больше времени на приготовление. Но для меня, как для человека с недостаточными навыками сборки тортов, он идеальный. Потому что я буду выпекать все коржи по отдельности. Не нужно потом ничего будет разрезать. Каждый корж будет выпекаться отдельно. Соответственно, времени на выпечку, конечно, потребуется больше, нежели выпекать просто в двух формах или вообще в одной. Не знаю, не решила еще 4 или 5. Посмотрю сейчас по ходу, определюсь. Но вот тут количество теста должно хватить, в принципе, на 5 коржей. Диаметр формы у меня 18 см. Это стальное кольцо, неразъемное. Именно вот такие кольца я использую для выпечки бисквитов. Их я уже подготовила. Здесь у меня дно застелено пергаментной бумагой, силиконизированной. И в 2 слоя фольга, чтобы все это дело хорошо зафиксировать, потому что тесто будет довольно жидко. То есть нужно, чтобы фольга была плотная, либо в 2-3 слоя ее сделать. У меня и плотная, и в 2 слоя, чтобы прям хорошо все точно никуда ничего не подтекало. Итак, сначала займемся сухими ингредиентами. У меня здесь мука. Я ее предварительно уже просеяла. И теперь в муку также просею еще сразу же какао. У меня сломалась вот эта кружка сита. Перестал работать механизм. Поэтому вот эти комочки какао вообще невозможно просеять. Буду их продавливать. Хорошая была кружка икеевская. Это Ирина дарила мне на Новый год, когда мы обменивались подарками. Но, видимо, все. Отслужила свое. Так, отставляем пока в сторонку и берем кефир. Кефир должен быть в идеале комнатной температуры. Но я его, наверное, часа полтора назад уже достала. Он все еще холодный, конечно. Не знаю, как себя поведет именно этот краситель. Из этого набора я использовала только для покраски леденцов. Для красного бархата покупала всегда отдельный краситель. Просто специальный. Но вот тут в наборе тоже есть. Тоже красный бархат называется. Должен быть нормально пигментированный. Сейчас посмотрим, что получится. Потому что обычный красный краситель обычно не подходит. Нужен именно с пометкой красный бархат или red red, super red. Что-то, в общем, особо пигментированное. Нам понадобится 2 чайные ложки красного красителя. Как раз, наверное, только 2 чайные ложки в этом бутылечке. Нет, вроде бы даже еще осталось. Так, перемешиваем. Если мы используем сухой краситель, его мы уже добавляем в процессе смешивания всех ингредиентов, когда добавляем муку. А если мы используем именно гелевый краситель, или вот такой вот жидкий, я не знаю, у меня это гелевый, не гелевый, то его в кефир или молоко добавляем. Нет, нормально вроде пигментированный. Такой яркий цвет. Ну что, начнем с вами готовить бисквит. Берем какую-то большую миску. Я ее заранее взвесила, потому что нам нужно будет потом узнать вес готового теста и разделить его на количество коржей. Поэтому, так как мы потом будем тесто взвешивать прямо в этой чашке, соответственно, нам нужно знать ее вес. Я ее взвесила, она у меня 220 грамм, запомнила, можно записать. В общем, и подготовить ручной миксер. Часто меня спрашивают, друзья, почему я пользуюсь именно ручным миксером, учитывая, что у меня есть планетарный. Ручной миксер использую исключительно только потому, что так удобнее показывать вам. Во-первых, вам лучше видно, что происходит в емкости, нежели в вот этой вот, нежели вот в этой чаше, которая идет с миксером. Там очень маленький доступ для просмотра, еще камеру подставить. В общем, вот в таких емкостях вам видно лучше. Я могу нормально выставить камеру, и мне удобнее вам показывать. Поэтому, когда я готовлю какой-то рецепт с приготовлением миксера, чаще всего я готовлю именно с ручным. Просто, чтобы вам было наглядней. 140 грамм мягкого сливочного масла. Оно у меня постояло при комнатной температуре. Вообще, в идеале, чтобы оно хотя бы часов 5 простояло. Но оно и так такое достаточно мягкое. В микроволновке не советую его топить. Очень сложно углядеть. Лучше, чтобы оно размягчилось естественным путем. К маслу добавляю 210 грамм сахарного песка. И пакетик ванильного сахара. Ну, стандартный 8 грамм. Если нет ванильного сахара, можно взять ванилин 4 грамма. 3-4. Ну и взбиваем все это дело, пока у нас масса не посветлеет, не побелеет, не станет такой более воздушной. Добавляю сюда щепотку соли, растительное масло вливаем. 50 грамм. И еще раз перебиваем в течение примерно минуты. Так, ну и теперь вводим сюда яйца. По одному разбиваем, взбиваем снова и снова разбиваем. И третье. Вот такая вот у нас получается на этом этапе масса. Белая, маслянистая. Сухие ингредиенты в муку с какао. Я добавила еще упаковку разрыхлителя. Сколько там она идет? 10 грамм вроде. И тщательно перемешиваем их все. Сейчас будем добавлять поочередно сухие и жидкие ингредиенты. То есть муку с какао с разрыхлителем и кефир с красителем. Начинаем мы с сухих ингредиентов. Ими же заканчиваем. То есть добавляем сначала сухие ингредиенты, пару ложек. Потом добавляем кефир с красителем. Потом снова сухие ингредиенты. Потом снова кефир. И сухими ингредиентами заканчиваем. Именно в этом порядке. Я не знаю, друзья, не спрашивайте меня, почему так. Просто, когда я готовила первый раз по этому рецепту, было сказано сделать так. Я не знаю, возможно, это как-то влияет, ведь не просто так автор об этом сказал. Поэтому я так и готовлю, я верю, что это важно. В общем, перемешала я всё вместе с какао. Ну и давайте начнём. Будем замешивать. И только когда мы полностью вмешали сухие ингредиенты, мы добавляем жидкие. Также несколько ложек. Жидкие у нас будут добавляться всего два раза, поэтому мы их делим условно на две половины. Очень аккуратно. Обычно я всё умудряюсь перепачкать, и этот краситель потом просто невозможно от него избавиться. Перемешиваем. Перемешали. Пока что цвет у нас получается вот такой, коралловый. Снова замешиваем сухие ингредиенты. Теперь выливаем остатки кефира. Ещё раз перемешиваем. У этого теста вообще такая невероятная структура. На него даже оно как крем. Такое классное, воздушное. Ну и последняя порция ингредиентов. Это сухие. Ими мы закрываем наш процесс. Перемешиваем. Так, сниму остатки все со стенок. Поняла, что мне напоминает текстура этого теста. Оно как суфле. Вообще очень красивое. 1222 грамма и 220 грамм это у меня миска. Соответственно, остаётся ровно килограмм. Кило 200 мы будем делить, наверное, всё-таки на 5. Давайте коржей. Или на 4. Или на 5. Нет, давайте, наверное, всё-таки на 4. Соответственно, будем брать по 300 грамм. Это тесто нужно просто распределить. Чем мне нравится этот способ, несмотря на то, что он более трудозатратный и дольше готовится. Ну, нужно ждать, пока выпечется каждый корж. Коржики получаются все идеально ровные. Не требуется никаких навыков нарезки. У меня есть, я купила все эти инструменты специальные, чтобы ровный бисквит нарезать. Но вот после того, как я попробовала вот этот вариант, он мне понравился больше всего. Корж испёкся сразу же в том виде, в котором нужно. Все одинаковые, все ровненькие. Всё, отправляем его в духовку на 20-25 минут. Друзья, остальное тесто нельзя оставлять. Его нужно обязательно закрыть. И обязательно убираем его в холодильник. До следующего раза, пока не будем отсюда брать тесто. Пусть оно стоит в холодильнике. 20 минут у меня простоял корж в духовке. Я его достаю. Ставлю его на решетку. И на 5 минут его оставляю на решетке. Потом будем доставать. И сразу же, пока готовлю, следующий отправляю. Первый корж у нас по мере остывания, видите, начинает сам отходить от стенок. Поэтому вынимать его будет очень легко и просто. Никаких проблем не составит. Вот, друзья, на уровень я ставлю на самый нижний. Должна быть примерно по центру духовки. Вот в таком положении. Если фольга и бумага хорошие, то повторно можно будет их же использовать. Сэкономим, как говорится, немножечко. Форма, видите, сама достается. Сейчас я ее сразу почищу. Потом поверх белого крема очень будет красиво. Тут нужно очень осторожно. Он очень нежный. Переворачиваем его. Смотрите, какая красота. Такой пористый, влажный. Очень крутой. Чуть-чуть его оставляем на решетке полежать. И еще теплым будем заворачивать его в пленку. Когда он по краям остынет, а в центре останется еще теплым, мы его завернем. Так, вот это я тоже все сниму. И используем второй раз. Почему нет? Как я и говорила, бисквит у меня с краев уже остыл. По центру еще легкий. Легкий, говорю. Теплый. Все. Заворачиваю его в пленку. Ужин, друзья, я сегодня никакой не готовлю. У меня вообще-то есть, конечно. Я вчера готовила. Я же вам показывала, да? Эти макароны по-флотски плов делала. Но этот ролл, наверное, закажем. Не знаю, малышам что. Они хот-доги любят, пиццу, что-нибудь. В общем, закажем сегодня вкусненько. Раз у нас нет праздничного стола, хоть роллов поем. Так. Так что вечер обещает быть сегодня вкусным. Аккуратненько, в общем, надо как-то завернуть. Я в прошлый раз, как раз в процессе заворачивания в пленку, один корж сломала. Корж сломала прям по центру. Потом мучилась с ним, потому что запасного не было. И нужно было как-то его выложить, чтобы весь торт на бикрень не пошел. Для чего, друзья, заворачиваем именно теплый корж? Потому что в пленке он у нас сейчас тихонечко начнет вот это тепло, начнет расходиться и преобразовываться во влагу. И вот эта вот влага, она постепенно до завтрашнего дня из центра разойдется по всему коржу, и он будет влажный. Вот этот я когда готовила по этому рецепту коржу, я в прошлый раз торт даже не пропитывала вообще, потому что он был, ну, прямо идеальный. Его не нужно было пропитывать, он был в меру влажный. Этим он мне, ну, и этим тоже он мне очень понравился. Достала еще один корж, и я вообще, друзья, супер математик, конечно. Я не знаю, где я допустила ошибку, но сейчас выкладывала тесто для следующего коржа, и поняла, что что-то у меня мало остается. Взвесила, и у меня осталось 300 грамм вместе с чашей. Соответственно, всего 100 грамм теста вместо 300. Поэтому, похоже, у меня торт будет маленький, всего трехъярусный. Блин, надо же так! Ну, надо же так, друзья! Не знаю, я, конечно, попробую размазать, что-то там может получиться с того коржа, но сомневаюсь. Можно было бы сделать еще партию теста, но у меня больше нет красного красителя. А белый корж и три красных это будет как-то не очень. Можно, конечно, сделать два коржа белых и прочередовать их, как вариант. Слушайте, может, правда, так и сделать без красителя. Так, ну что? Я не только, друзья, считать не умею, я еще взвешивать не умею. Слушайте, достала все тесто, освободила миску, ставлю ее. А на 140 грамм, а нифига не 220. Как я ее взвешивала в прошлый раз, я ничего не понимаю. То ли у меня единицы измерения сбились, когда я что-то взвешивала, то ли что. В общем, она у меня 138 грамм. Вообще! Я все-таки вот эти остатки теста смогла размазать по форме, не знаю. Но корж однозначно будет все равно другой по толщине. Ну, посмотрим, в общем, что получится. Для себя делаем, ладно, не на продажу, не на выставку. Поэтому, что приготовлю, то и будем есть. Ну что же, все бисквиты у меня готовы. Один получился такой самый тоненький-тоненький. Ну ладно, ничего страшного. В общем, все завернула в пленку, убираю их в холодильник. Ну и вот у меня тут небольшое количество крошки образовалось. Оставляю тоже до завтра. Ну что, друзья, сяду монтировать для вас вот этот видеоролик. Все равно, даже без закадровой озвучки, он потребует монтажа. Никуда не денешься от этого. И раз уж обещала, чтобы к завтрашнему дню этот ролик у меня вышел. Сразу же, друзья, извиняюсь за, возможно, чьи-то неоправданные ожидания в этом видео. Предупреждала сразу, что ролик будет лайтовый. Чисто вот такой бонусный, не спонсируемый. Просто для того, чтобы вот что-то выпустить, чтобы вам было что посмотреть в выходные. Ну а нормальный, обычный, подготовленный ролик, конечно же, выйдет у нас по графику во вторник. У нас погода такая пасмурная, друзья. Будем на следующей неделе заниматься порядком дома. Посмотрите, у меня окна даже не просвечивают просто. Такие грязные. В общем, все. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok